Студенты филиала ДГУ встретились с ветераном Великой Отечественной войны Александром Семеновичем Макухой по случаю предстоящего праздника Дня Защитника Отечества. Ветеран рассказал юношам и девушкам, каких тягот и лишений пришлось испытать в то нелегкое время. Участник войны в качестве напутствия молодежи подчеркнул, что подрастающее поколение не должно забывать о подвиге предков. В нашей стране нет ни одной семьи, кого не коснулись события самой жестокой войны на Земле. Кроме того, Александр Семенович рассказал, как его подготавливали перед отправкой на фронт. Мне было 17 лет 4 месяца, призвали меня в 43-м году. Вы представляете, что после призыва в армии, вот этот состав проходит карантин месячный. В карантине немножко обучают новобранцев, азам службы в армии. И, соответственно, после карантина их распределяют по частям и по специальностям. У нас среди нашего призыва было очень много ребят, окончивших ремесленное училище. На встрече присутствовал также председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны Нажмудин Залимханов, который в первую очередь поздравил юношей с наступающим праздником, рассказал об истории его возникновения. И особо подчеркнул, что Хасавюрт славился как город, многие выходцы из которого удостоились звания героев страны. Наши защитники отечества всегда отличались. Наша армия, как вы знаете, самая сильная армия в мире. Это благодаря руководству страны. А сейчас вообще, значит, авторитет защитного отечества повесилась. Почему? Потому что везде мы непобедимы. Восьмой год, конфликт России с Грузией. Наши войска захватили территорию Южной Осетии, Абхазии и часть Сухуми. То есть, брались за их территорию, защищая конституцию и защищая интересы абхазского народа и южных осетин. Этой войне, этом конфликте отличился и Хасавюрт. Командир танкового отделения, значит, Мусалаев Тульпар. Он со своим экипажем захватил восемь танков грузинских и, соответственно, экипаж. За этот подвиг ему было присвоено звание Героя России. Руководство вуза поблагодарило гостей за визит, отметив, что встречи патриотической направленности очень важны для молодежи. По завершению встречи заместитель директора филиала Дагестанского государственного университета по учебной и социальной работе Мирза Мусаев вручил ветерану памятные подарки. И, конечно же, по сложившейся традиции студенты и преподаватели сделали совместное фото с гостями. Бика Сулейманова, Пермагомед Пермагомедов, информационная программа «Пульс».